Друзья, всем доброе утро или добрый день, обязательно добрый, я желаю вам или доброго утра, или доброго дня, или доброго вечера, но обязательно-обязательно доброго. Я себе сварила кофе, приготовила, это растворимый обычный кофе. Вы знаете, в последнее время я часто с утра почему-то стала пить кофе, не знаю, для бодрости духа и тела, не знаю. Раньше всегда был чай, но я и пью чай, конечно, я его люблю, и у меня днем несколько раз я пью чай, но вот именно с утра почему-то в последнее время кофе, не знаю, с чем это связано. Может, действительно, как-то для бодрости, бодрее себя чувствую, потому что с утра начинаются дела. У меня сегодня много дел, оставайтесь со мной, мне многие из вас написали, Алена, давно нет влогов. Ну, друзья, знаете, то праздники, то одно, то другое. В общем, потом мы болели тоже, и Робби, и я, у меня голоса не было. В общем, все как-то так закрутилось. Но сейчас постараюсь исправиться, постараюсь. Кто любит влоги, друзья, я знаю, что у меня есть зрители, которые любят вязание, обзоры пряжи, но также и зрители, которые любят влоги. Поэтому для вас, дорогие друзья, сегодня снимаю и постараюсь на постоянной основе, как и раньше, все это делать. Итак, сегодня, что у меня сегодня? Сегодня я ожидаю посылку с пряжей. Мне должен прийти итальянский меринос, я заказала, и заказала я итальянский меринос с нейлоном. Придет мне это в бобинах, потому что я сама перематываю в пасмы. Мне нужна определенная длина пасмы для окрашивания. Поэтому я уже получила оповещение. Еще я заказала мини-пасмочки. Кстати, у меня тоже есть такое в плане, что совмещать, допустим, сделать такие сет, чтобы была носочная пряжа и, к примеру, мини-пасмочка по цвету. Вот, или какого-то ярко-контрастного цвета, да. Потом мне должен еще прийти сегодня заказ. Я заказывала ножницы Чиагу, я заказывала такие красивые кожаные тубусы для спиц, чехлы для ножниц заказывала тоже кожаные. И, в общем-то, ожидаю посылку сегодня. Друзья, мы все это с вами увидим. Я вам покажу. Ну и что еще? Еще буду делать намоты. Очень многие из вас заинтересовались готовыми намотами для шалей. Ну и не только. Для шалей их можно использовать как угодно. Вот, поэтому сегодня буду делать намоты. Ну и оставайтесь со мной, я вам все покажу. Друзья, хочу показать вам итог моей работы. Я потрудилась, на это у меня ушло, ну не знаю, где-то почти полтора часа, даже больше, наверное, да, сделать вот эти все намоты. Знаете, вот я хочу сказать, чем намоты хороши. Лично для меня, вот в чем преимущество, да, вы берете, и здесь уже готовая смесовочка, здесь готовая ниточка. Не надо ничего придумывать. Вы берете и вяжете. Если ниточка, допустим, какая-то, ну, тоненькая, то можно вот эту бобинную пряжу, этот намот, да, спокойно смиксовать с моточной пряжей. Абсолютно спокойно. Хотите меланж, хотите по цвету, как угодно. И еще, например, я вот для себя поняла, да, в чем еще прелесть, когда намот. Я просто хочу рассказать многим зрителям. Например, если вы начинающий, чтобы вот, ну, многие не хотят вязать из бобинной пряжи, потому что, ну, в большинстве случаев бобинная пряжа, она тонкого состава, да, то есть тоненькая ниточка. Есть, конечно, и толстая, но чаще всего все-таки встречается тонкая нить, да, где, например, тысяча метров в 100 граммах, полторы тысячи метров в 100 граммах, две, две с половиной и так далее. Вот, ну, где уже 800 или 700, это уже такая нормальная ниточка, можно в два сложения спокойно вязать на четверке. Так вот, например, тоненькую ниточку, кто-то покупает, да, 100-200 грамм и думает, а что с ней делать, да. Чтобы, например, сделать намот, не у всех есть возможность, почему? Потому что не у всех есть моталка, и не каждый думает, ну, хочу я попробовать из бобинной пряжи повязать, к примеру, да, зачем мне покупать моталку. И чтобы сделать намот, я вот, например, мотаю, да, я мотаю сразу с нескольких бобин, то есть у меня, например, если вот идет намот, ну, допустим, здесь, да, ниточка махера, ниточка полухлопка, ниточка люрекса и ниточка мериноса, то есть у меня уже пять нитей. Это я сразу ставлю пять бобин из пяти нитей делаю намот, то есть если кому-то нужно намот сделать, это значит, кому-то нужно купить пять бобин, может быть, кто-то не собирается покупать пять бобин или в таком количестве бобинную пряжу, да, то есть это, ну, неудобно кому-то именно, я имею в виду, кто хочет, допустим, просто определенный какой-то цвет выбрать, да, зачем покупать пять бобин, чтобы их мотать потом, допустим, там, в четыре или в пять нитей. А вот намот готовый, вы уже можете купить все, вот, например, здесь намот, вот я делала по 150 грамм, вот если брать 150 грамм, например, такого намота и, допустим, одну пазму ручного окрашивания, вам хватает на большую шаль, вот вам хватит на большую шаль, потому что я уже сама вязала, я уже знаю, вот на спицах номер пять, если вязать, получается просто в размахе два метра шаль на метр двадцать, то есть это хватит, если вязать тоже пятеркой на такую, допустим, воздушную кофточку, воздушный жилет, ну, например, моего размера, да, поэтому вот я считаю, намота, и тут уже по цветам, к примеру, да, есть сочетание, хотите, к примеру, пушистенькую ниточку, пожалуйста, вам пушистенькая, не переносите вы пушистики, пожалуйста, вот есть у меня, например, хлопок и одна ниточка мереноса и даже люрекс, да, кто любит немножечко так гламурненько, чтобы было, вот здесь, например, у меня хлопок и полухлопок, очень мягкая ниточка, даже, даже у меня здесь одна, да, зелененькая ниточка, это, по-моему, полушерсть, вот меренос и полиакрил, да, и вы берете просто, вот здесь нить получается приблизительно 800 метров, где-то 700 метров в 100 граммах, да, пожалуйста, уже на спицах 3,75 можно спокойно себе вязать, вот, это 100 граммовые моточки, вот ниточка вылезла, надо будет ее заправить, поэтому очень удобно, смотрите в магазине, можете подобрать, смотрите, какое классное сочетание, да, замечательно, или вот, например, синий с желтым, да, или синий, вот, с лососевым, смешно звучит, но это, кстати, правильно, именно лососевый цвет, вот, да, ну, то есть можно какие-то сочетания для себя подобрать, вот, например, тоже красивое сочетание, или вот, обалденное, вот, как у меня, кстати, у меня шаль, это вот такой, вот такое сочетание было, вот, а первая шаль у меня была желтая с серым, вот, а где пасма ручного окрашивания, я просто брала на мод и одну пасму ручного окрашивания, мне пришли журналы, январь, 23-го, смотрите, какая красивая обложка, редактор журнала, Тамара Марочкина на обложке, 10 журналов пришло, сразу выставлю на сайт, девочки, заходите, кто любит журналы Ксюша, заказывайте, потому что очень быстро они расходятся, смотрите, получила спицы, у меня теперь не только круговые спицы, но и кто любит вязать на пяти спицах, вот, заказала Зинге, заказала 2, 2,25 и 2,5, заказала вот такие тубусы, слушайте, какая классная штука, сейчас я открою, покажу, а здесь, здесь вообще ножнички Чиагу пришли, и чехлы для ножниц, сейчас я вам все покажу, так, распаковала, смотрите, какой тубус качественный, это, кстати, для спиц, вот, если мы посмотрим, то это я заказала 15, а здесь тубус, по-моему, 24 или 22 сантиметра, по-моему, высоту, вот, в общем, по-моему, 22 или, я не помню точно, но по-любому спицы заходят, вот, это фирма, я уже у Доминика спросила, как правильно читать, читается правильно мат, я в английском не сильна, поэтому я очень часто делаю ошибки, когда на английском читаю, да, как я прочитала спицы, мне потом девочки написали, что надо говорить mindful, девочки, спасибо, что поправляете, ну, я тоже учусь, теперь я тоже это знаю, все же знать невозможно, поэтому будем учиться, это вот кожа, стопроцентная, слушайте, ну, такие качественные, обалденная крышка, ой, одной рукой показывать неудобно, девочки, но вы поняли, открывается, так, сейчас открою пока, извините, показываю на скорую руку, потому что бегаю то одно, то другое, знаете, за штативом не хочется подниматься, устанавливать это все, в общем, смотрите, вот такой тубус, а, там это для, ясно, чтобы влажность не собиралась, и вот такая крышка, ну, что, очень качественно все сделано, здесь материал внутри, вот, сейчас я покажу вам ножнички, так, распаковала ножнички Чиагу, смотрите, какие маленькие, аккуратненькие, хорошие такие, вот, вот такие вот они, ну, сколько, 9 сантиметров это, выполнены они из стали, которая не ржавеет, из нержавеющей стали, вот, классненькие такие, аккуратненькие, сейчас надену в чехольчик, посмотрим, как это смотрится, смотрите, как классненько, как мне нравится, я обязательно себе чехольчик оставлю один, какой классный, слушайте, у меня, кстати, тоже ножнички есть, но у меня другие ножнички, не от Чиагу, и они вот так же, как Чиагу, естественно, они такие остренькие, я иногда их боюсь проектную сумочку класть, да, потому что, ну, боюсь, что они проткнут ткань, как бы повредят, да, или вот то, что я вяжу, я все время смотрю, чтобы они, ну, там, где-то внизу, прям на дне лежали, чтобы ничего не задели, слушайте, а это вообще, как классно, хоть куда, хоть в сумочку в дамскую положил, ножнички на всякий случай, да, так вот, или вот носочки, да, маленькие проекты, слушайте, классная штучка, обалденно, так, друзья, значит, минутка рекламы закончилась, я просто почему это быстро показываю, я знаю, да, вы ждете обзоры, мне многие писали, Алена, делайте обзоры спиц, но это, друзья, иногда бывает, это же надо настроиться, надо сесть, надо снять все это, чтобы корректно было рассказать, показать, а сейчас просто пришла посылка, поэтому я просто быстренько-быстренько на ходу вам показываю, ну, а более подробно, конечно, уже на сайте вы увидите, ну, и что, сегодня еще жду пряжу, и буду подготавливаться к тому, чтобы ее красить. А знаете, мне какая еще идея пришла по поводу намотов, я, наверное, буду делать намоты, и буду вязать образцы для вас, и чтобы это были не просто образцы из лицевой глади, у меня же много журналов, много книг, буду подбирать какой-то интересный узор, и буду делать мастер-класс на узор, и рассказывать вам о пряже, я думаю, что такого формата видео будут полезны многим, да, и интересно посмотреть, как пряжа действительно смотрится в том или ином узоре, и вам будет тоже интересно, какой-то, может быть, интересный узор для какого-то изделия. Я думаю, что вот так вот я тоже буду делать. Это, кстати, очень-очень хорошая идея, мне она нравится. А вам она нравится? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Так, друзья, пришла пряжа, достала из картона, чтобы лучше было видно, вам показать. Вот бобина, это итальянская пряжа, и мне пришло 4 килограмма, это итальянский меринос, 85%, 15% на илон, а эта черная бобина, это 100% итальянский меринос. И заказала еще вот такие вот минисы, ой, какие они манюнички, малюточки, малюточки, это 20-граммовые тоже для окрашивания, для наборов. Здесь в бобине должно быть, должен быть килограмм. Так, что тут у нас? Конусы, ага, мелифилия итальянская. Так, ну что, буду работать сегодня, сейчас начну мотать и подготавливать всю пряжу к окрашиванию. Подготовила все, видите, разложила. Мне хорошо, мне удобно, теперь Руби мне сделал шланг, поэтому мне не надо теперь тянуться к крану, я просто могу со шланга полностью добавить воды и подготавливать пряжу. Разделила ее всю. У меня здесь разные трусики, потому что это разный состав. Это, например, 100% меринос, это меринос с полиамидом, в общем, она когда во влажном состоянии, она вся выглядит одинаково, и они все одинаковой длины, поэтому мне надо, чтобы точно знать, чтобы не запутаться. Вот, значит, сколько здесь? Здесь у меня пазм, наверное, 40. Вот, это мне работы, ну, часа на 4, где-то так, на 5. Вот, полностью, я имею в виду от начала до конца, да, то есть подготовка пряжи, окрашивание, потом отжим, потом, нет, потом стирка, ну, отжимаю, я уже вам говорила, каждый раз, да, то есть одна пазма, 4 раза отжать, то есть после подготовки, после окрашивания, после стирки, после полоскания. Вот, ну, и потом уже, когда, я думаю, конечный результат, будет полоскание, стирка, все остальное, я думаю, что это уже будет часов 5 вечера. Сейчас как раз вот, пока я то одно, то другое, пока ответила на комментарии, вот, сделала еще какие-то дела по сайту, выставила товар новый, сейчас уже вот 12 часов, так что часов до 5 я поработаю. Вот, ну, и потом, значит, будут новинки на следующей неделе, обязательно сделаю обзор. А кто впервые на моем канале, вы можете пройти, ссылки я оставлю под видео на магазин, можете посмотреть, что в ассортименте, может быть, вам тоже что-то понравится. Ну, все, друзья, начинаю. Так, друзья, еще хочу показать вам, что я сегодня еще успела повязать. Говорю не слишком громко, потому что у нас уже на часах почти полдвенадцатого. Мои, конечно, все спят, поэтому так. Но я думаю, что вам хорошо слышно. Смотрите, я показывала вам, где у меня было немножечко связано от подрезов. Теперь я полностью закончила корпус. Видите, я все полностью провязала. Мне очень нравится, как выглядит полотно. Вот на спицах 4,5 я вязала с добавлением махера, и одна ниточка, вот окрашенные пазмы, вот одна ниточка, вот у меня здесь вторая. И я хочу вам сказать, очень классный расход. Вот это все, что я связала, у меня ушло 160 грамм. Вот у меня где-то здесь клубочек, вот он, вот клубочек. Это со второй пазмы только. То есть я сейчас, я хочу, знаете, я обработала вот резинкой. Я хотела такой эффект. Я не сокращала петли, просто поменяла спицы. И у меня получился такой вот с напуском, как такая кофточка-баллончик. И я закрывала здесь путем протяжки. И вот когда она манекене надета, оно вроде бы ровно. А когда снимешь, получается, вот здесь все гармошится. То есть когда сверху вниз вяжем и закрываем, да, все равно получается не так ровно, когда мы просто делаем набор петель и вяжем вверх. Поэтому я не стала обрывать клубок. Я думаю, может быть, обработать здесь крючком айкордом. Ну, я еще посмотрю, я не знаю, я думаю. Вот, и потом рукава. Поэтому я думаю, что мне, в общем-то, вот я сейчас перемотаю третью, вот это вторая пазма, третью пазму перемотаю. Я думаю, что у меня еще с третьей пазмы останется. Потому что рукава я, ну, буду делать свободными. Конечно, это же верхняя одежда. Я буду надевать вот на водолазку. Я водолазку, кстати, на манекен надела. Вот, но все равно не слишком уж чересчур широкими будут рукава. Просто с нормальной свободой облегания, как верхняя одежда. И я еще не делала планку. Вот, я хочу сейчас попробовать айкордом обвязать. Не знаю, будет так или не будет, буду пробовать. И потом займусь планкой. Потому что планка, она, конечно, подзаберет все изделие. Здесь все будет собрано. И тогда уже, когда планка готова, тогда четко можно уже видеть, какой длины нужен рукав. Потому что сейчас начну вывязывать рукав. Это бесполезно. Все равно планка потом какую-то часть заберет. Вот, значит, смотрите, что у меня получается. Мне очень нравится. Так, я брошу клубочек на пол. Мне очень нравится, что получается. Я такого эффекта и хотела. Я хотела, чтобы у меня была с напуском такая вот свобода облегания. Потому что это такая кофта, которую, как верхнюю одежду, буду надевать. Не хотела бы, чтобы было это в обтяжку. Сейчас покажу вам со спины. Манекен почему-то скрипит, как несмазанная телега. Вот, что получается здесь. То есть, вот резинка. Да, вот она. Я еще раз говорю, что петли не сокращала. Я просто добавила сюда ниточку. У меня есть на бобине. Я показывала в прошлый раз. Вот такая вот ниточка. Это фирма линия Пиу. Это стретчевая нить. И она очень-очень тоненькая. И я одну нить Махера убрала. У меня было две ниточки тоже от линии Пиу. Они тоже очень тоненькие. Я одну убрала, одну добавила эту. Вот. И она так подсобрала хорошо резиночку. И вот получился вот такой эффект на опуск. Резинку я не делала слишком высокой. У меня здесь в пределах, ну, я не знаю сколько. Сантиметров шесть, наверное. Вот. И я не подбирала никакие секции. Вы, кстати, меня спрашивали, что вот, например, если вязать из пряжи ручного окрашивания, там же секциями окрашена. Вот как секции подбирать? Я, например, не подбираю секции. То есть, я вяжу. И вот как складывается узор, так складывается. Здесь, смотрите, здесь вот, например, такие волны. Да, здесь уже я перешла, я же здесь рукава еще вязала. Здесь я перешла вот непосредственно на корпус. Здесь уже немножечко другие узоры получаются. Да, вот желтые, вот здесь синие такие более тоненькие полосочки. Да, вот на резинке, например, тоже полосочками все. Я не подбираю. Мне нравится, когда вот картина, как мне написали, это манеклот, манекувшинки. Ну, значит, будет манекувшинки название. Вот, друзья, так я продвинулась. Теперь следующий этап – это будет планка. С планкой, наверное, придется подзаморочиться. Почему? Потому что я буду делать киклевку в карман. Я говорила, да, малиновая ниточка. Я, кстати, показала. Мне еще надо эту пазму перемотать. И потом я буду делать планку, но не хочу делать планку резинкой. Потому что здесь пушистик, и на больших спицах, даже если я возьму меньше спиц, особо сильно, ну, вот здесь вот держит, да. Но когда поперек это будет, то я даже не знаю. Поэтому я подумаю, может быть, даже я сделаю планку продольную и сделаю ее полой резинкой. И тогда надо будет посмотреть, либо ее буду в процессе вязания присоединять, либо буду отдельно прикитлевывать. В общем, посмотрим, как получится. Ну, и потом рукава. Тоже не буду никакие секции подбирать, буду вязать. Вот спазмы. Просто единственное, что, вот посмотрю, здесь у меня какой цвет. Вот сейчас желтый переходит в зеленый. Вот с этого цвета и начну. Вот, а здесь у меня, здесь вот больше голубого. Значит, здесь начну с голубого. Вот, и все. И еще я поработала над пледом. Посмотрите, что у меня получается. Все-таки я решила плед начать, потому что будет лежать. И так вот все время думаю, надо, надо, надо. И продвижений никаких нет. Поэтому все отложила и начала. И очень рада. Хотя, конечно, здесь большая длина. И знаете, что я заметила? Я рассчитывала петли, я высчитывала рапорты. Все у меня четко по рапортам, все четко по петлям. Но, тем не менее, у меня здесь длина ленты на 5 сантиметров меньше, чем вот здесь. Все-таки здесь более мягкое пластичное полотно, потому что здесь шерсть. А здесь все-таки акрил, да. Но я хочу потом все-таки утюгом немножечко, немножечко пропарить, подтянуть. Потому что хоть по рапортам и сходится, но 5 сантиметров не хватает. А мне же это надо будет потом пришивать. Вот. И поэтому, чтобы вот вместе пришивание не было стянуто, надо все-таки это разровнять, распарить. Ну, что я вам хочу сказать. Когда вяжешь вот такую длинную ленту, у меня уходит на один ряд приблизительно 30-35 минут. То есть, вот эти раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, где-то восемь рядов я вязала почти вот три часа. Да, почти три часа у меня ушло на то, чтобы связать эту ленточку. Но я рада все равно, я рада. Конечно, пряжа отличается, смотрите, да, пряжа отличается и бирюзовая отличается. Здесь как бы больше бирюзовая, здесь больше в петроловый уходит и коричневый. Здесь такой, больше с проседью такой вот светленький, а здесь более насыщенный. Ну, ничего, что делать. Вот как будет, так будет. У меня будет одна лента, ну, не лента, а вот одна часть у меня будет в одну сторону идти, и вторую такую же часть я свяжу, будет в другую сторону идти. Вот здесь у меня, вы видели, я вам в прошлый раз показывала, вот я связала здесь где-то метр. Приблизительно, приблизительно метр. Вот так вот. Нет, ну не метр, наверное, сантиметров 90, я так думаю. Вот, и значит, вот эти вот две части я тоже буду вязать точно такой же длины, 90 сантиметров. И будет это в одну сторону и в другую. Так что, друзья, вот так я потрудилась. Сегодня у нас пятница. Я думаю, что вы видео увидите завтра, я его смонтирую. Сегодня я уже видео монтировать не буду, я уже пойду спать. А завтра будут выходные. Вот, я сегодня очень хорошо потрудилась, поэтому завтра буду отдыхать. С семьей тоже надо отдыхать. Всю работу не переработаешь, не переделаешь все дела. Поэтому семье, конечно, нужно тоже уделять внимание. На этом свое видео я хочу закончить и хочу пожелать вам также хороших, приятных выходных в кругу вашей семьи. Берегите себя, своих родных и близких. Всем всего хорошего и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok